Мой муж бухгалтер, скромный, тихий, малый, заботлив, добр, и мне неплохо с ним, но все-таки когда-то я мечтала, что мой избранник будет не таким. Он виделся мне рослым и плечистым, уверенно идущим по земле, поэтом, музыкантом или артистом с печатью вдохновения на челе. Нет, вы не улыбайтесь, я серьезно, мне чудился громадный светлый зал и шум оваций, яростно и грозно, к его ногам катящийся как вал. Или вот так, скворцы, веранда, лето, я поливаю клумбы с резидой, а он творит, и сквозь окно порой нет-нет, да спросит у меня совета. В вагон дремал под ровный стук колес, соседка, чиркнув спичкой, закурила, но пламени почти не видно было при пламенной косметике волос. Одета ярко и не слишком скромно, хорошенькое круглое лицо, в ушах подвески, на руке кольцо, вишневый рот и взгляд капризно томный. Плывет закат вдоль скошенного луга, чай-проводник разносит не спеша, а дама все описывает друга, которого ждала ее душа. Чего там только нет, талант и верность, и гордый профиль, и пушистый уз, и мужество, и преданность, и нежность, и тонкий ум, и благородный вкус. А я молчал. Слова нужны едва ли. И все ж хотелось молвить ей сейчас. Имеем все, о чем вы тут сказали. Он, может быть, я выбрал бы не вас.